Девушки отдыхают Без вакцины есть ли на самом деле лекарства от бешенства в стране? Убой в проверках деклараций. Ситуация разбирался Александр Васильченко. Обыск в кабинете зампредседателя НПК Руслана Радецкого начался утром. На рабочее место он прибыл ближе к обеду. Сказал, что об обыске впервые узнал от журналистов. Кто его проводит, что ищут и в чем его подозревают, не знает. Но уверяет, такими действиями его хотят дискредитировать. В рабочем кабинете находятся определенные материалы, в частности, по проведению повных проверок. Поэтому сегодня говорить про дальнейшую качество проведения тех проверок, которые сегодня действуют, я уже не могу. Потому что могут быть и выложены, и уничтожены материалы по результатам проверки. И в результате чего будет необъективная тогда проведена проверка. Ордер на обыск в кабинете Радецкого по ходатайству ГПУ выдал Печерский райсуд столицы. Первая с документом ознакомилась глава на ПК Наталья Корчак. Она разрешила провести обыск и обеспечила следователям доступ в кабинет Радецкого. Постойные разговоры о том, что кто-то блокирует, что это по замовленню, что именно в силу того, что именно этот член нацагентства проводит проверки, декларации, и на него таким образом действует тиск, то я снова хочу с всей ответственностью сказать, что не можно действовать тиск на того, кто ничего не делает. Подозревают замглаву на ПК в использовании поддельных документов и подачи их в квалификационную комиссию адвокатуры. Якобы Радецкий таким образом получил свидетельство адвоката и имеет право на частную практику, но его защитник информацию опровергает. Пан Радецкий с 18-го, 19-го и 19-го года не является адвокатом. Его деятельность прекращает. Это официальный документ, это вытяг из реестра адвокатов Украины. И на сегодняшний день делать какие заявки о том, что Радецкий является адвокатом, о том, что в нем проводится опыт как адвоката, это все не отвечает действительности. Обыски в кабинете Радецкий связывают с поданным в Верховную Раду законом о перезагрузке на ПК. Согласно документу, нынешнее руководство агентства отстранят от работы. У разу перезагрузки национального агентства, так как мы, как член национального агентства, є незалежными, на нас не можно в работу втручатися. Але через зміну закону відбудется фактично знищение самої незалежности и фактично втручание сегодняшней работы. Как наследок, все результаты проверки, которые были проведены, все пояснения по тем фактам, обстоятельствам, которые надавали собі ентердекорирование, до них никто не имеет права уже повертаться. Таким членом, все эти проверки аннулюются. Автором этого закона выступил министр юстиции Павел Петренко. С начала этого года он инициировал служебное расследование на ПК, утверждая, є декларирование, работает со сбоями. Тогда Петренко обвинил Корчак в непрофессионализме. Чи існує тиск, чи існує якась дискредитація, то я чітко можу сказати, що така дискредитація розпочалась від пана Петренко, починаючи з Нового року. Це сильно не спрямована політика для того, щоб цей орган знищитися. Напомню, сам министр юстиції фигурировал в нескольких громких скандалах. По результатам расследования журналистов національного антикоррупціонного портала, в конце 2015 года захват житомирской кондитерской фабрики организовал коллега по фракции Петренко, нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский. Тогда Минюст исключил предприятие с госреестра и назначил нового директора. Привлекла внимание и декларация чиновника. В прошлом месяце министр внес в документ 1 млн долларов наличными и столько же на депозите в Ащатбанке. Александр Васильченко, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Я напомню, и министр юстиции Павел Петренко, и глава НПК Наталья Корчак являются ставленниками Народного фронта. В рядах этой полицилы также экс-премьер Арсений Яценюк, нардеп Сергей Пашинский, который 31 декабря прошлого года во время словесной перепалки выстрелил в ногу Вячеславу Химикусу. А также министр внутренних дел Арсен Аваков, которого называют одним из организаторов поджога студии подробностей в сентябре прошлого года. Это следует из собственного расследования оппозиционного блока. После опубликования результатов которого статью поджога удалось переквалифицировать на терроризм. Однако уже практически год нацполиция не может найти заказчиков и исполнителей этого преступления. Тем временем сам министр юстиции лишился зама. Из-за потери взаимного доверия с Павлом Петренко в отставку подал его заместитель Андрей Вишневский. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке, прикрепив копию заявления. Я процитирую. Причиной также послужило различное видение целей и средств государственной правовой политики и реформы органов юстиции. Ранее в СМИ Вишневский раскритиковал главу Минюста, мол тот не оказывает обещанной поддержки системе бесплатной правовой помощи, а наоборот старается лишить ее независимости и подмять под себя. В связи с событиями, которые происходили вокруг системы бесплатной правовой помощи, ее независимости, в частности, которые появились в том фарсе, что до призначения, отбора призначения нового директора Координационного центра задания правовой помощи, появилась взаимная втрата доверия. Я слышу определенный ценностный разрыв. 150 миллиардов гривен планируют выделить правительство на ремонт и строительство новых дорог. Финансирование рассчитано на три года. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк. Говорил он и о сотрудничестве с МВФ полностью. Выполнить условия программы с фондом планируют до 2019-го. Требования остаются прежними. Пенсионная, земельная реформы, приватизация и борьба с коррупцией. После их выполнения можно обсуждать новый транш, заявил министр. Но сумму очередного кредита не назвал. Только уточнил, что это больше миллиарда долларов. Эти условия должны быть выполнены для того, чтобы поддерживать следующий транш. Следующий транш, размер в принципе выозначается под час расследования. Это может быть в лету, это может быть в середине, в середине, например. Также Данилюк сообщил, что с 1 июля запускается пилотный проект по тестированию нового механизма финансирования клиник. Деньги будут выделять не на учреждения в общем, а за каждую конкретную услугу. В пилоте участвуют 4 клиники Академии медицинских наук. В госбюджете для этого предусмотрели 200 миллионов гривен. В Минфине ожидают, что по новой схеме удастся профинансировать свыше 3000 услуг до конца этого года. О необходимости медицинской реформы в Украине сегодня в Запорожье говорил премьер-министр Владимир Гройсман. Во время встречи с медиками он отметил, что в ее рамках необходимо провести техническое переоснащение больниц. И создать крупные кардио- и перинатальные центры. Ведь почти 70% украинцев умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. А позднее, открывая новый перевалочный терминал для хранения зерна и подсолнечных культур, Гройсман заявил еще одна важная задача – создать условия для того, чтобы в Украине развивались фермерские хозяйства. Мы создали программу поддержки, например, такую программу, как мы создали поддержку сельскохозяйственного машинобудования. Мы выяснили сегодня 500 миллионов гривен. Программа начала работать. В программе берут 40 производителей, сегодня 40 предприятий, производителей сельхозтехники берут участие в программе. Тем временем Минздрав опубликовал официальную статистику. В Украине за три месяца 62 человека заболели ботулизмом. Девять из них умерли. Сегодня эти данные обнародовала замглава ведомства Оксана Севак. В который раз она подтвердила, в стране огромная проблема с вакцинами. В большинстве больниц запаса сыворотки на токсина нет. Ее не получают с 2014-го. Тогда закончился срок сертификата о госрегистрации препарата российского производства. А нового поставщика Минздрав так и не нашел. И только сейчас, уверяют чиновники, начался процесс регистрации сыворотки из Франции. Запрос о том, когда же наконец в Украине появится вакцина от ботулизма, мы направили в министерство еще на прошлой неделе. Но ответа до сих пор не получили. Сегодня по факту вспышки ботулизма прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство. Напомню, с начала года смертельной инфекцией там заразились 9 человек. Причем пятеро за последние две недели. Все пострадавшие ели вяленую рыбу, которую покупали в магазинах. На теперешний час не встановлены шляхи надходжения. Еще они встановляются таким образом. На теперешний час это проведение за фактом. В разе встановления людей, которые причетны к распространению этого заболевания, загрожают покорание до трех лет в ограничении воли. Нехватка вакцины и в Ивано-Франковске, но уже не от ботулизма, а от бешенства. Прошлогодние запасы закончились в мае, а новые не поступили. По крайней мере, так утверждают в областном департаменте здравоохранения и больницах. А вот в Минздраве уверяют, запас сыворотки есть. Так что же рекомендуют врачи, выясняли наши корреспонденты. Жительница Ивано-Франковска Надежда показывает поврежденную ногу. Это следы от укуса бездомной собаки. Животное напало на нее несколько дней назад. Женщина рассказывает, сразу же обратилась в травмпункт за вакцинацией от бешенства. Но там заявили, вакцины нет. Все, что сделали врачи, промыли ей рану мылом, а еще порекомендовали поймать собаку и наблюдать за ней, но и молиться о своем здоровье. Сказали, на протяжении 10 дней спостерегать за собакой, гудовать его, отвезти до ветеринара. Потом, если, не дай Боже, что с псом станется на протяжении 10 дней, то отправляют меня в инфекционную лекарню, как мне лекарь сказал, помирать. Потому что вакцины, в Украине не существует. С укусами животных ежедневно обращается как минимум 5 человек, рассказывают работники травмпункта. За год это более тысячи человек. Вакцинацию всегда проводили, уверяют медики. Правда, вот уже месяц этого не делают, так как попросту нечем. Вычерпался лимит, до травня месяца у нас были запасы, мы их вычерпали. На сегодняшний день мы ожидаем поступления свежих доз вакцинации. Это не только проблема города Ивано-Франкевска, это проблема целой страны. Это нужно ставить вопросы о закупке централизованной. Хуже всего ситуация с обеспечением вакцинами от бешенства в Ивано-Франковске, рассказывают в областном департаменте здравоохранения. На весь город ни единого препарата. Один-два флакона еще можно найти, но только в нескольких районах области. Чиновники департамента признают, ситуация действительно критическая. И об этом они неоднократно информировали Министерство здравоохранения. Но пока все безрезультатно. Мы обратились к Министерству охраны здоровья и в березне поточного года, и в квитне поточного года, что касается и БЦЖ, и вакцин. А также в травне 2017 года мы обратились в 20-х числах до Министерства, чтобы оно переглянуло распредел на державном уровне вакцин, что касается сказок. На сегодня ответы из Министерства не отходили. Закупило ли государство новые вакцины и когда их передадут в регионы? Об этом и мы поинтересовались в Министерстве здравоохранения. Ответ на запрос удивил. В Минздраве утверждают, в Украине есть 32 тысячи доз антирабической вакцины. В Ивано-Франковской области 181 доза. А вот почему же вакцина не доходит до травпунктов? И кто будет нести ответственность в случае смерти пациентов, которым не провели иммунизацию? В Министерстве объяснить не смогли. В аптеках вакцина от бешенства не продается. Приобрести ее можно только за границей. Впрочем, для этого еще нужно иметь рецепт и средства. Цена флакона около 10 тысяч гривен. Анна Демиденко, Жанна Дучак, Зиновия Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковск. Нардеп Олег Барна на своем авто столкнулся с трамваем. ДТП произошло в столице. В результате аварии трамвай сошел с рельсов. Член парламентской фракции Блок Петра Порошенко получил челюстно-лицевую травму и был госпитализирован. Водитель Киев-постранца не пострадал. Результаты экспертизы показали, что политик был трезв. Свою вину Олег Барна признает. Говорит, столкновение действительно произошло из-за него. Дескать, не увидел трамвай, потому что проезжавший рядом автомобиль закрыл ему дорогу. Это житязно-чезящее. Потребим чунусь. Больной находится в реанимации под наблюдением врачей. Проведен комплекс обследования, включая компьютерную томографию. Есть мелкие ссадины, но основное это повреждение лицевого черепа. Напомню, Олег Барна запомнился тем, что в конце 2015-го стал инициатором массовой драки в парламенте. Тогдашний премьер Арсений Яценюк отчитывался перед нардепами. Барна подарил ему букет красных роз, а затем обхватил экс-премьера руками и попытался вынести его с трибуны. После чего в сессионном зале и произошла потасовка. Кропивницкий или Кировоград. Сегодня состоялось первое заседание высшего админсуда столицы по поводу переименования города. Полтора десятка активистов и общественных организаций требуют отменить решение парламента. Уверяют, что жителями областного центра никто не советовался, хотя общественность должна иметь право сама решать, в каком именно городе ей жить, говорят люди. Заседание началось с требования к суде взять самоотвод, ведь трое из пяти сейчас на переаттестации. Но служители Фемиды приняли другое решение и перенесли заседание на 27 июля. Здесь же не идет речь сегодня о названии, а речь идет о праве. Когда все дружно хлопают ладоши и кричат, что мы стали европейской страной, но тем не менее ничего европейского не выполняется. Нарушена, ну я не знаю, масса законов, конституции, харти, рекомендации Венецианской комиссии и нарушены права граждан. То есть граждане того или иного населенного пункта, они не то что имеют право, они должны и обязаны определять для себя название населенного пункта. Как и обещали подробности, продолжают рассказывать о ситуации, сложившейся с назначением судей касационных судов Верховного суда Украины. Напомню, еще в марте к работе должны были приступить 120 новых служителей Фемиды. Однако кресло до сих пор пустует. Кто стоит за попыткой нарушить работу судов и в чьих интересах затягивают конкурс, смотрите далее в сюжете. Верховный суд Украины рискует остаться без судей. Еще три месяца назад должен был завершиться конкурс на назначение 120 судей касационного, административного, хозяйственного, уголовного и гражданского судов. Однако кресла пустуют до сих пор. Юристы обвиняют в этом Общественный совет добропорядочности, который участвует в отборе судей. ОСД пользуется, злоупотребляет своими правами. ОСД непосредственно заангажировано в том, чтобы они набивают себе какие-то политические бонусы. Они пытаются получить, наверное, дополнительно какие-то гранты для того, чтобы дальше проводить какую-то работу. Но у них не прослеживается цель создания эффективной судебной системы. Общественный совет добропорядочности – организация, в которую должны были войти юристы, бывшие судьи и эксперты, которые могли бы дать независимую оценку каждому из кандидатов на пост судьи. Однако в итоге большую часть членов совета составили гражданские активисты, некоторые с сомнительным прошлым. Один из членов Общественного совета добропорядочности – Михаил Жернаков. В 2012 году был назначен Виктором Януковичем судьей Винницкого окружного административного суда. Более того, по данным журналистов портала «Резонанс», мать Жернакова – судья Харьковского административного апелляционного суда Ольга Минаева и в ее декларациях – элитные автомобили стоимостью десятки тысяч долларов, квартиры и дома общей площадью более 500 квадратов. Еще один одиозный член Совета добропорядочности – Владимир Козленко. Адвокат и бизнесмен в прошлом году, ставший участником скандала, забыв указать в декларации о доходах 9 своих фирм с капиталом больше миллиона гривен. Более того, еще в 2008 году против руководителя одной из компаний-бизнесмена было открыто уголовное дело за продажу разбавленного бензина. Многие обвиняли членов Общественного совета добропорядочности и в лоббировании интересов депутатов от Народного фронта, в частности, нардепа Леонида Емца. Вся работа Общественного совета доброчестности, она наполнена двойными стандартами. Требуя что-то от органов, от ВККС или ВРП, открытости, отчетности, они сами такими не являются, я имею в виду Общественный совет доброчестности. Они не дают информацию по поводу методик, они не дают информацию и ответы на запросы, они не хотят дать информацию и быть открытыми по поводу того, что какими же критериями вы пользуетесь при оценке кандидатов. Работу Общественного совета добропорядочности жестко раскритиковали и в Совете Евросоюза. В отчете европейцев говорится, что активисты и бизнесмены не могут оценивать профессиональные качества судей, а сокрытие критериев отбора несет угрозу независимости судебных органов. В этом Общественном совете на две трети нету даже людей с юридическим образованием. Они же не пригласили действующих адвокатов, которые каждый день в процессе. Они пригласили Рому Маселко, который был сотрудником банка, всю жизнь работал с контрактами банковскими. Личные счеты сводит Титыч. У него было очень много уголовных дел, сейчас Печерский суд слушает. Еще вчера член Общественного совета добропорядочности Наталья Соколенко отреагировала на наш прошлый материал на своей странице в Фейсбук. Заявила, что подробности не предоставили слова членам совета, а в частности Виталию Титычу. Хотим отметить. Мы пытались получить комментарий от представителей Общественного совета добропорядочности, однако в телефонном разговоре координатор совета Виталий Титыч отказался давать комментарий на камеру, пообещав вместо этого прислать письменный ответ в нашу редакцию. Мы готовы предоставить членам Общественного совета возможность изложить свою позицию в этом конфликте. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. Ополчились на журналистам. Несколько дней назад в адрес журналиста Громадского Анастасии Станко посыпались угрозы и обвинения после ее награждения грамотой Минобороны. Вот как ситуацию прокомментировала сама Анастасия. На то, что министерства считают инакшим условиям. Министерства ценуют работу в журналистике Громадского. Хотя, честно говоря, мне сложно говорить о них, потому что я не знаю их мотивов. Что их конкретно ображало и почему они не задавали. На Станко напали конкретно, казалось бы, патриоты, хотя она сама патриотка. Давайте отделять настоящих патриотов от псевдопатриотов. Вот таких людей, или точнее такие аккаунты, за которыми на самом деле могут стоять не живые люди, а просто некие сисадмины, вот таких я бы называл псевдопатриотами. Тем временем на сайте СБУ появилась инициатива главы ведомства Василия Грицака о необходимости ввести уголовную ответственность за введение гибридной войны. Он заявил, цитирую, «Ответом на эту пропаганду должен стать бойкот всем представителям пятой колонны Российской Федерации в информационном пространстве Украины». Конец цитаты. Хотелось бы надеяться, что эта инициатива будет направлена на борьбу с реальной угрозой и российской пропагандой, и не станет бичем против СМИ, которые осмелятся критиковать действия власти. Руководство патрульной полиции Черкас не раз отдавало преступные приказы своим подчиненным. Об этом заявила командир третьей роты патрульных. Например, сообщила Светлана Андорак, на нарушение одних автомобилей должны были закрывать глаза, а другие, наоборот, останавливать в любом случае. Инструкции якобы получали лично от начальника управления Александра Кокобы. Но ни один такой приказ не выполнили, заявила Андорак. И теперь начальник на них оказывает давление, уверяют полицейские. СМИ называют слова подчиненных клеветой. Так, были незаконные указки певных депутатов зупинять и за будь-яких причин вописывать постановы любые админматеріали. Нам сказали так, зупините данный транспортный засоб в будь-якому порядку, но так, чтобы он был с порушением правил дорожного движения. Незаконных указок, злочинных наказов я не отдавал. Проводится ряд служебных расследований по моментам, которые подпадают подознаки перевищения служебных повноважений этими работниками. Эти люди на меня ображены, або там пытаются каким-то образом защититься вот такими методами. А в Международном аэропорту Борисполя от имени главного полицейского страны Арсена Авакова раздают буклеты напоминания о безвизе. Об этом сообщил журналист Василий Кручак. С вопросами о том, почему листовки напечатали от имени Авакова и кто оплатил тираж, журналист обратился в министерство. Там, правда, корреспондента перенаправили в нацполицию. По словам Кручака, в главке запрос и вовсе не заметили, а позже посоветовали снова обратиться в МВД. Боевики 20 раз обстреливали позиции в ИСУ. С начала суток пострадавших нет, сообщают в штабе о том. Наемники продолжают использовать запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Из него сегодня поливали огнем и один из прифронтовых населенных пунктов в Сухую Валку. Там побывала наша съемочная группа продолжит Ирина Баглай. Вот у меня есть осколки. Осколки. Где ты их взяла? Подавили, друзья. Как игрушку, Егор показывает осколки, которыми этой ночью усеяло село Сухая Балка. С начала войны местные жители слышали взрывы вдали. Прошлым летом пережили самый сильный обстрел боевиков. Но и тогда вражеские снаряды падали за селом в поле. Вчера война ворвалась в их дома. Так было громко, что мне было очень страшно. Я с родными сидел, мне не было так страшно, когда мы вместе. Мимо осколки пролетали, и там взорвался дом. Нет, конечно. И человек умер. Вот это прямое попадание в крышу над комнатой, где прятались две женщины и маленькая девочка. Не успели спастись. А вот осколки перебили ствол дерева, и один из них прервал жизнь соседа. Да, прямо в сердце. Я целую ночь тут древела над ним. После обстрела все начали ходить по улице, и заглянули к нему, а он сидел, просто сидел на лавочке. Погибшему Александру Петровичу было 52. Односовчане до сих пор не могут прийти в себя. Чудо мы жившие. Начались выстрелы у половины 11-го. Я дочка и внучка маленькая были дома. Ее уютный, добротный дом теперь практически разрушен. На стенах лишь уцелели фото счастливых детей и внучки. Начали по стеклам осколки, по крыше, по стеклам, по стенам. Говорю, надо отсюда убегать. Света уже не было, в полной тьме перебежали в ту сторону, в ту спальню. На пол упали, ну вот это уже все. Тогда и крыша начала падать, и штукатурка на нас сыпаться, на малую так, как упали, лежали. Несколько десятков воронок. Боевики били куча, на поле подсолнухов перепахано, как и огороды. Повреждены водонапорная башня, газопровод и все на одной линии. Как установили в совместном центре по контролю за огнем, стреляли со стороны захваченной наемниками Горловки. Пролетело близко 20 артиллерийских снарядов, попереднего калибра 152 миллиметра. Боевики открывали огонь с напрямка темчасово оккупованной Горловки. Фактически линией они легли вдоль своего населенного пункта. Восстановить электроснабжение ремонтники обещали до конца дня, как и газ. А вот раны от потери родного человека уже не излечишь ничем. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Что красиво выглядит на учениях, не всегда так же безупречно получается в бою. Сегодня в Харьковской области нацполиция, нацгвардия демонстрировали, как будут противостоять диверсантам, которые смогут преодолеть так называемую евростену Арсения Яцунюка. Однако настроение участникам подпортила инспекция из Верховной Рады. Чем? Подробнее Светлана Шекера. На мониторах в центре управления видео с камер наблюдения из пунктов пропуска. Вот условный нарушитель пытается проникнуть на украинскую территорию. Порушник пытается вскрыть. За допомогой службы собаки иди прикордонного наряду порушник затреплен. При помощи новой видеотехники, говорят пограничники, могут заглянуть и на российскую сторону. Это въездный шлагбаум. На суммежной стороне пунктов пропуска Нехотеевка Российской Федерации. На этом участке границы, по легенде учений, диверсионно-разведывательная группа уже преодолела построенную на границе стену, прошла через ров и вал и движется вглубь украинской территории. Сегодня стену приехали инспектировать нардепы из Комитета нацбезопасности и обороны. И не впечатлились ни учениями, ни самим сооружением. Говорят, в нынешнем виде стену нельзя считать полноценной защитой от торжения. Теперь стройку века уже даже не называют оборонным сооружением, а всего лишь пунктом наблюдения. Напомню, на проект лидера Народного фронта, экс-премьера Яценюка, строительство стены на российско-украинской границе за два с половиной года потратили более 600 миллионов гривен. Было побудовано противотранспортных ровов понад 180 километров, контрольность ледовых смуг 49 километров, 136 километров ракадных дорог, установлено паркану 70 километров, облаштовано 9 вогновых позиций и 2 опорных пункта на 60 человек. Активно строительство велось лишь в Харьковской области и совсем вяло в соседних Сунской, Луганской и Черниговской областях. Ну и на Харьковском участке, несмотря на зарытые в землю полмиллиарда, работы выполнены на 80%. Еще строить и строить. К тому же, до сих пор не решены вопросы с земельными участками вдоль границы. Вот видите, вот эта земля, на которой сделана вот эта ракадная дорога, по которой пересуваются прикордонники, это ориентированно до 50 метров земли, которая сегодня распоевана и належит селянам. Из обещанных 200 миллионов пограничники в этом году получили лишь 30. Инспекция пришла к выводу, к намеченному сроку достроить стену не успеют. Но, несмотря на критику проекта, отказываться от него не рекомендуют и хотят инициировать выделение дополнительных 500 миллионов гривен из госбюджета. Мол, никакой альтернативы на сегодня еще не придумали. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Харьковская область. Братья Клюевы должны украинским банкам 28 миллиардов гривен. Об этом сегодня заявили журналисты Deutsche Welle. В Австрии заканчивается процедура банкротства компаний, аффилированных с Клюевыми. Их кредиторами были как раз государственные банки Украэксим и Ощад. Оба предоставляли суды на строительство солнечных электростанций на юге Украины. Напомню, братья Клюевы находятся в розыске. По последней информации, они скрываются в России. С песчаными браконьерами боролись сегодня в столице. Активисты, которые пытаются остановить незаконную добычу песка, собрались на берегу озера Тяглое. Парадоксально, но они никого не блокировали, наоборот, устроили субботник. О новом формате борьбы с нарушителями расскажет Юлия Жешко. Из этого озера в Дарницком районе Киева долгое время вымывали песок. Старатели оставляли после себя целые дюны в перемешку с мусором. Сегодня активисты организации «Стоп коррупция» решили навести здесь порядок. И не только убрать следы деятельности песчаных браконьеров. Общественники решили спасти озеро. Вот этот весь песок, или дно дюны, я не знаю, как это правильно назвать, также разровнять, для того, чтобы граждане, граждане города Киева, могли спокойно приезжать, отдыхать. Подробности не раз рассказывали о незаконной добыче песка, в том числе и в столице. В сюжетах наших корреспондентов на протяжении многих лет раскрывались схемы, которые использовали нарушители. Незаконно добывали песок и на этом озере. Один из авторов репортажей, Роман Бачкала, а теперь координатор движения «Стоп коррупция», рассказывает, что на водоеме работали под прикрытием организации «Экогромада». Структура привлекала в качестве подрядчиков тех самых песчаных браконьеров. На первый взгляд, те, кто здесь добывали песок, они вроде как делали доброе дело. У них были документы, которые позволяли им здесь благоустраивать эту территорию. На самом деле, это является только причиной, чтобы сюда зашла техника. А главная цель этих людей, этих компаний – просто песок добывать и продавать. Первый раунд активисты выиграли. Теперь дело за правоохранителями. Они открыли против «Экогромады» уголовное производство. Но вот кто владеет таинственной компанией, до сих пор неизвестно. В полиции этого не говорят. И это уже далеко не первый скандал. Например, год назад прокуратура Киева установила, что дельцы намыли песка из реки Десенка более чем на 15 миллионов гривен. Незаконный бизнес продолжает процветать, несмотря на все старания активистов и журналистов. Угрожая столице экокатастрофой и загаженными пустующими пляжами. Юлия Жешко, Иван Ермаков. Подробности – телеканал «Интер». В Полтавской области местные жители против газовых вышек. Их хотят установить в селах Зеленый Кут и Савинцы прямо возле жилых домов, говорят люди. Предприятие «Восточно-геологический союз» собирается бурить скважину, несмотря на то, что во время общественных слушаний селяне высказались против. Появление вышек нанесет непоправимый вред экологии, уверен Рдзет Сергей Каплин. Из колодцев уйдет вода, почва истощится. Они представляют угрозу и для жизни, здоровья людей. Так уже живут люди в соседних селах. Они пустили газовщиков, а теперь ничего сделать не могут. Я буду делать все. Буду добиваться от Гройсмана, от Петра Порошенко, от этой мифической коалиции, от этого мифического парламента, чтобы было принято решение о создании отдельного министерства развития села и защиту селян. Сегодня Черкасса Облэнерго получила 18 миллионов гривен от черкасского азота. Это первый транш, который предприятие перечислило в качестве погашения долга перед энергетиками. Задолженность накопилась из-за монопольного положения на украинском рынке минудобрению российской компании «Еврахим» и ее дочерних структур. Профильное министерство обещало вести пошлины на российские удобрения, и со скрипом. Совсем недавно вопрос все-таки решили. После чего завод заработал и теперь сможет рассчитаться с энергетиками. Вы смотрите подробности, и вот о чем расскажут мои коллеги сразу после короткой рекламы. Добраться до квартир, что говорят следователи о причинах пожара в лондонской многоэтажке. Звонки без границ, что означает на практике отмена оплаты за внутренний европейский роуминг, и как будут проверять клиентов. И с сыром весела корюка, так легко потешить всю родину без лечу смачных страв. Сыр весела корюка, так поживно, а як смачно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Продолжение следует... Продолжение следует... Оксана Кундеренко знает новые детали о пожаре и о том, как продвигаются следствия. Живым больше не найдут никого. Эти слова спасателей сегодня прозвучали как приговор для тех, кто потерял родных в страшном лондонском пожаре. В этой сгоревшей высотке пропали целые семьи. В отчаянии, в соцсетях и прессе распространяют их фотографии. А кое-кто именно из таких неофициальных источников социальных медиа узнает самые плохие новости. Свидетели рассказывают о том, как держали связь с людьми по телефону, а те боялись выходить из квартир. Исследовали инструкциям пожарных оставаться внутри, ждать, что за ними придут. Кое-кто отчаянно пытался вырваться, но не смог из-за густого и едкого дыма. Держите окно открытым, окно откройте, к вам уже идут. Пожарные исследователи продолжают работу, но добраться до всех квартир, особенно на верхних этажах, до сих пор не могут. Для поиска погибших используют дроны и дрессированных собак. Здание еще дымится. Это из отлеющих очагов на верхних этажах. Именно поэтому, а также из-за особенностей конструкции, мы не отправляем туда пожарных и соображение безопасности. На месте трагедии побывали знаменитости. Известная британская певица Адель с супругом. Пришли политики, лидер оппозиции Джереми Корбин, премьер Тереза Мэй. У всех один вопрос. Как такое могло произойти? Нам нужно убедиться, что причины этой трагедии будут расследованы должным образом. Поэтому я приказываю провести полное, открытое общественное расследование, чтобы мы получили ответы, чтобы узнали, что именно произошло и почему. Официальную версию причин пожара пока не назвали. Выдвигают разные предположения. От взрыва газа, неисправного холодильника или проводки. Говорят также о недостатках системы пожарной сигнализации, отсутствии спецсредств и легко воспламеняющейся обшивки здания. Пока власти ведут следствие, простые британцы бросили все силы на помощь пострадавшему. Вместо трагедии появилась стена памяти, где на многих языках оставляют теплые слова соболезнования, цветы и даже фотографии пропавших без вести. В соседних церквях, спортзалах, администрациях открыли импровизированные центры помощи пострадавшим. Одежду, продукты, воду, вещи первой необходимости приносят постоянно, целыми коробками, так что складывать некуда. За месяц трагедии Британия сплотилась, как никогда. Прощай, роуминг. С сегодняшнего дня в Европейском Союзе отменяют плату за внутренний роуминг. Нововведения касаются всех стран ЕС, включая пока и Великобританию, а также Норвегию и Исландию. Подробнее Татьяна Лагунова. Роуминга в Европейском Союзе больше нет. Что это означает на практике? Вот, например, у меня есть карта немецкого мобильного оператора. Теперь я могу поехать с ней в командировку во Францию и пользоваться телефоном по своему немецкому тарифу без дополнительных доплат. Это касается звонков, отправки смс-сообщений и пользования интернетом. На здании Еврокомиссии огромный плакат и надпись «Прощай, плата за роуминг» на английском, французском и голландском. Это событие в Европе уже назвали историческим. С сегодняшнего дня действует принцип «в роуминге как дома». То есть клиент мобильного оператора может пользоваться своим телефоном в других странах ЕС по тому же тарифу, что и дома. Жители Евросоюза, которым часто после поездок приходили внушительные счета за телефон, тоже довольны. Это отлично. Я в Бельгии уже две недели и тратил в среднем 3 фунта в день, чтобы пользоваться телефоном. Рад, что с сегодняшнего дня эту плату отменили. Очень хорошо, что плату за роуминг отменили. Теперь главное, чтобы хорошим нововведением не злоупотребляли. За этим будут следить мобильные операторы. Важно избежать ситуации, когда, например, житель Германии заключает более дешевый контракт во Франции, а потом постоянно пользуется картой дома. Поэтому мобильным провайдерам разрешили спустя 4 месяца после заключения проверять, действительно ли клиент живет во Франции или у себя дома в Германии, но при этом пользуется французской сим-картой. Хитрецов, которых поймают на горячем, будут штрафовать. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникиенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Не перестают радовать своими новостями международной авиалинии Украины. С 1 июля компания собирается брать плату за распечатку посадочного талона в аэропорту. 20 евро за один билет. Об этом сообщает один из интернет-ресурсов. Коснется новация пока только пассажиров двух рейсов. Киев-Рига и Рига-Киев. Но в перспективе МАО планирует сделать это нормой по всей своей маршрутной сети. Подобная практика существует во всем мире, говорят эксперты, но только у бюджетных компаний. МАО же себя как лоукостер никогда не позиционировала, поэтому введение дополнительных платных услуг вызывает вопросы. Мы попросили прокомментировать инновации в самой компании, но там пока молчат. На Западе национальные перевозчики создают дочерние предприятия, на которые как раз весь этот негатив лоукоста и вешают. У нас же, ну я так понимаю, что решили, наверное, сэкономить. Куда ни ткни, везде уши эти лоукоста торчат. Национальный перевозчик, президент которого говорил, что он ни за что не признает, что его великую мечту про светлое будущее авиации превращают в электричку, он постепенно как раз в эту электричку и превращает. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. А завтра не пропустите итоговую программу подробностей недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин